Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Посмотрела я, ребят, только один видос. Вован стал стареть. Впервые пробуем личинок и голубей рок-фестиваль в Паттайе. Уличная еда Таиланд. Нинка, ты, когда название пишешь, ты сначала протрезвей, а потом пиши. Иногда просто невозможно читать название. Значит, ну что, сидели возле моречка, сидели, сидели, да. И тут Фофонька вспомнил, совсем что-то у него с памятью произошло, что пилюли-то он не принял. И пришлось возвращаться домой вместо того, чтобы переться на некий там фестиваль. Ну, потом, короче, вернулись домой. Фофа заглотнул таблетосы, колёса, да, и попёрлись они. Тук-туки все были заняты, и Нинка решила, что лучше будет вместо того, чтобы ждать тук-тук, чухать пешком. Ой, говорит, шесть тысяч шагов мы ещё не находили. Да вообще, я, говорит, люблю ходить. Это так прям якобы полезно, и прям это вся её жизнь в движении. И я, ребят, прям вспомнила, да, Нижний Новгород. Чё это, Нинка, вы в Нижнем не ходили, а на Покровку, на такси постоянно ездили? Наверное, да, ваша жизнь была токсичная. Собственно, она и есть токсичная. И в машине она не любит ездить, да, и с Фофонькой, видимо, тоже не любит в машине ездить. И вообще, для неё пешая жизнь – это всё. Я смотрю всегда на ускоренном, и мне всегда кажется, что они бегут. Не так Нинка, как Фофка от неё убегает. Нинок идёт, бедная, опять вся истекает. Ужас, на неё посмотришь, и уже подкатывает, уже, ребят, тошнит. Она постоянно мокрая. Я представляю, что она ещё и в душ не ходит. И вот постоянно вот этот вот блеск, вот эти вот капли. А у Фофки там вообще такое чувство, что на лице прям вот эти вот собираются огромные капли пота. И смотреть на это просто отвратительно, фу! Ну и, значит, на пляже ещё пока сидели, опять этот омлет, омлет бесконечный и старый пердун, она его называла. Знаете, ну, уже, если честно, этот омлет надоел. Уже тему, уже, Нинка, ты заездила. Мы всё понимаем, что ты голодная. Ты голодная, и ты хочешь постоянно об этом орать, и постоянно у тебя это на языке. А ещё это вот, знаете, как у бестолкового ребёнка. Если что-то скажешь, да, что говорить нельзя, и ребёнок повторяет, а все начинают смеяться, да, над ребёнком, что он что-то сказал не то, то ребёнок, конечно же, всё это будет наоборот повторять, повторять. Вот и Нинка, вот и Нинка точно так же делает. Посмеялись с омлетом, постебались с неё, и теперь она, как попугай, бесконечно будет говорить про этот омлет. Вы знаете, и правильно, наверное, и не нужно вспоминать. Пускай она вспоминает, пускай она голодная только и мечтает о единственном. О единственном, это то, к чему её допускают, это к омлету. Но она же, собственно, больше ничем не может похвастаться, правда, только омлетом. Ну вот, пускай и ляпает этой своей свистулькой до бесконечности, как попка. Ну и дальше они прибыли, значит, причухали на этот фестиваль и сразу же прямым ходом в жиральный отдел. Не послушать, не посмотреть, что там происходит, да, а сразу жрать. Вы представляете, какие зависимые люди им сразу понадобилось жрать? Ну а раз это фестиваль еды, то они точно попали по адресу. Не зря они, слушайте, так бежали, как сумасшедшие. Небось, не ноги, если бы что-то другое, какой-то там футбол или ещё что-нибудь, она бы так не бежала. А раз это фестиваль еды, то я теперь понимаю, чё её так несло туда, что она даже тук-тук не дождалась, а пешкарём чесала, прям бежала. И это капец, она бежит и кричит, что якобы стой-стой, тут что-то отдают пробовать, надо попробовать, у нас масленица, блинчики, блинчики. Ужас, это днище позорное. Она идёт и визжит подожди, на халяву же раздают, бесплатно раздают. Надо же быстрее пробовать, надо же быстрее хватать. В этом и есть вся пиратка, прожорливая, наглая халявщица. Ну и там, получается, как дегустация. Давали пробовать малюсенькие блинчики, типа панкейки, для того, чтобы люди попробовали и потом могли себе купить. Ну и, естественно, Нинок покупать себе не собиралась. Она на халяву решила напробоваться. Вовка не захотел пробовать. Нинка повернулась, такое чувство, что как будто хотела для Вовки взять, а сама сожрать. Но почему-то развернулась и пошла за Фуфонькой, чтобы его не потерять из виду. Бедный Фуфонька уже не бежал. Он просто шёл медленно, видимо, захлёбывался слюной, в ожидании, когда же мама Нина хоть что-нибудь купит. Да, вот такая участь у Фовки. Нет карманных денег, он не зарабатывает, не может ничего себе позволить. Остаётся только надеяться на мамку, которая, может быть, может быть, купит, а может и нет то, что ему очень захочется. Потому что мама Нина обманщица. Она постоянно говорит, вот это хочешь, а вот это хочешь, но сама не покупает. Это её любимая привычка постоянно на камеру так говорить. Настоящий мужик бы уже давно купил, что захотел и любимую накормил. А здесь приходится, приходится ходить, бродить, тоску наводить, подождать, пока мамашка всё заснимет, потом подумает, что купить, и то, то, что выгодно ей. И чтобы ещё побольше было ей, а любимому мужу Альфонсу поменьше. Дальше Нинок сказала, что это фестиваль какой-то музыки. Так я не поняла, фестиваль жиротвы или фестиваль музыки. Если, ребят, музыки, то это вообще трешняк. Её особо не интересует, что ли, никакая музыка, абсолютно ничего, кроме еды. Но, в принципе, это понятно. А потом Нинок почему-то начала визжать, пальцы показывать. Ой, короче, я решила кинуть в очередной раз свои тупые, безмозглые понты, да ещё липкие, грязные, потные. Фу, как она выглядела, это ужас. Потом под музыку она ещё и гривой своей начала трясти, и уж совсем стала похожа реально на полоумную бабу. При этом прикрикивала оп-оп-оп. Ну, кроме оп-оп-оп, она же ничего и не знает. Получается, представляете, они припёрлись на эту жрачную ярмарку, жрачный фестиваль, музыкальный фестиваль, фиг поймёшь. И у них что, не было денег, чтобы купить пожрать? Фовка ходил с деньгами и не хотел расставаться с ними. И даже самому пожрать не хотелось ничего. Я думаю, что он шёл бедный и стекал просто слюной. Но мама, наверное, запретила тратить деньги или что-то пообещала. Но если всё прожрут, значит, не купит. Ну, а дальше Нинка проходила мимо личинок каких-то там жареных жуков и решила продегустировать. Вы знаете, я почему-то не удивилась. Да, меня, правда, чуть не вывернуло прямо на телефон. Но я не удивилась, что она попробовала. Она ж ходила, ныла, что она есть хочет. Чтоб ей в ложку и какаху пляхнули, она бы это сожрала, если бы сверху в кляре было. Ну, а дальше ходила, визжала, что она личинку съела. Ну, а дальше Нинок показала, что в пакетике у них голуби. Они взяли зажаренных голубей. Честно, я уже не могла досмотреть это видео до конца, потому что ещё такой гадости я за пиратами не наблюдала. Ну, наверное, чтобы поднять просмотры, что ли. Они уже не знают, что жрать, то личинок, то голубей. Лишь бы только их смотрели. Я ей говорю, они бы и каках поели, лишь бы просмотры у них повысились. Ну, а дальше отошли в сторонку, грязными руками достали этих голубей и начали их жрать. Ну, и возгласы. Прикольно-прикольно, как курица. Она мягкая и толкала в рот, как ни в чём не бывало. Ну, конечно, за 35 бат чё бы не купить, правда? Такое чувство, что они искали, что подешевле пожрать. И перешли на голубей. Ну, здесь тогда всё понятно. Но у меня сложилось такое мнение, что Фуфонька боялся этого голубя. Он не знал, с какой стороны к нему подступить. Но всё-таки разгон языка, плямканье, губ сделали своё дело. И голубь отправился в вставные челюсти к Фуфану. Едва я досмотрела до конца. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.